Друзья, всем привет! Сегодня мы возвращаемся к удаленному формату выпусков. Дом, про который я хочу вам рассказать, находится в солнечной Юрмале. Его метраж 376 квадратных метров. В доме 4 спальни, а также огромная кухня-гостиная. Уверена, что вы оцените этот объект по достоинству. Реализацией проекта занималась студия Чада. Про все особенности и нюансы дома нам расскажет Виктор, один из архитекторов проекта. Подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Вам точно понравится! Всем привет! Меня зовут Виктор. Мы находимся в городе Юрмала, Латвия. И сегодня мы посмотрим на проект, реализованный архитектурной студией Чада. Бетонный монолитный дом, 376 квадратных метров. Ну что, пойдемте смотреть? При входе в дом мы попадаем в просторную гостиную, которая делит дом на две зоны. На детскую зону и на хозяйскую зону. Всего в доме есть 4 спальни, три санузла и огромная гостиная с выходом на террасу. Пройдемте на кухню. В этом доме живет большая семья с тремя детьми. И кухня является центром дома. Поэтому мы здесь видим достаточно большой стол, остров, у которого есть достаточно интересный элемент, выдвинутая столешница, куда можно поставить стул и, например, здесь позавтракать. Столешница реализована из искусственного камня, специально такого массивного, чтобы он сочетался с архитектурой здания. Фасады, американский шпон. Также в связи с тем, что в этом помещении очень высокие потолки, 4,20, было реализовано интересное решение для подсветки рабочей зоны кухни. Это линейная лампа, подвешенная на тоненьких подвесах. Если мы посмотрим наверх, под потолком мы видим две решетки. Это кондиционирование данного помещения. Сам кондиционер находится в кладовке за кухней. Сама по себе кладовка является очень интересным решением, особенно для такой большой семьи, так как в ней помещаются практически все бытовые вещи, которые необходимы. И сама кухня остается чистой и не захламленной. Также имеет смысл обратить внимание на то, что все коммуникации в этом доме были запланированы и реализованы уже на стадии бетонирования. Во время того, как бетонщики армировали бетон, электрики прокладывали свои кабеля уже на определенные точки в своих местах. Потом электрик уже только установил выключатели и розетки. Также мы можем обратить внимание на то, что в доме нет ни одного плинтуса. Весь паркет идеально прирезан к стенам, а само примыкание заполнено герметиком. Еще любопытный момент, то что вся вентиляция в доме разведена под полом, в пироге пола. И трубы выходят не привычно на потолке, а они выходят в радиаторы и дуют оттуда. Здесь мы видим главную зону отдыха этого дома. Диван, напротив которого располагается камин и огромная витрина. Сами окна у высотой 4,20, которые начинаются от самого пола и до потолка. И сразу за ними маленький такой сад в японском стиле. Безусловно, главный элемент данного дома – это камин. Это большая железобетонная глыба, которая стоит в центре гостиной. Для того, чтобы впихнуть топку именно сюда, нам пришлось оставить гораздо большее отверстие. И поэтому вот эти элементы снизу и сверху над камином – это уже имитация бетона. Единственная имитация бетона во всем доме. Мы находимся в коридоре, который объединяет весь дом. Здесь можно обратить внимание на дверные блоки, которые аккуратно вмонтированы в заранее подготовленные проемы. У дверей нету наличников, сами двери идут от пола и до самого потолка. Сам дом разделен на две зоны – на более высокую и более низкую. В высокой зоне находится гостиная, столовая, кухня, хозяйская спальня, хозяйский санузел, более низкие детские комнаты и хозяйственные помещения. Друзья, в этом выпуске очень много про планировочное решение. Мы также в своей работе уделяем этому этапу большое внимание. Если вы сейчас находитесь в поисках студии дизайна интерьера, которая сделает для вас классный проект, обращайтесь к нам. Ссылка будет в описании под роликом. Мы вас проконсультируем и придумаем такое классное планировочное решение, которое будет соответствовать всем вашим запросам и пожеланиям. Сейчас мы находимся в хозяйской спальне. Хозяйская спальня как раз находится в высокой части здания. Здесь хорошо видно вентиляционные решетки, кондиционирование, которые органично вписались в стенки. Спальня находится на южной стороне здания, имеет огромное окно от пола до потолка на всю стенку, что хорошо видно по свету, которого здесь очень много. Хозяйская кровать, кровать для ребенка. Напротив у нас изготовлены под заказ консоль для телевизора с мраморной столешницей и шпоном из американского ореха. Также, как и во всем доме, здесь прослеживается общая линия бетонных стен, отсутствие плинтусов, тот же дубовый пол. Все доски одной длины, они идут от одной стенки до другой без стыков. И самая длинная доска здесь около пяти метров, которая объединяет гардероб с этим коридором. Хозяйский гардероб был спроектирован специально под клиентов, под их нужды. Он выполнен в открытом стиле, панируен американским орехом, как и остальные элементы в этом доме. И прямо из гардероба мы можем попасть в хозяйскую ванную комнату. Хозяйская ванная комната. Здесь удалось реализовать большое трехметровое зеркало. Также здесь находится на противоположной стенке огромное окно, которое при желании можно открыть, когда ты принимаешь ванну или просто проветриваешь санузел. Ванна Aura с отдельно стоящим, свободно стоящим смесителем Hansgrohe. Унитаз Velroy Bosch и безусловно просторная большая душевая кабинка. Стенки и пол в данном помещении оклеены плиткой Kerama Marase. Тоже в стиле бетона, серенькая, не выбивающаяся из общей картины. Рядом с зеркалом висит лампа в виде шариков, как небольшой акцент в этом помещении. Гостевой туалет находится рядом с гостевой комнатой. Очень удобно. Гости могут в него попадать практически сразу, выходя из своей спальни. Укомплектован сантехникой Velroy Bosch. Это раковинный унитаз, Hansgrohe смеситель, полотенчик, просторный большой душ, безусловно зеркало. Под заказ изготовленная мебель, шпанированная дубом и большим окном. Сейчас мы находимся в детской игровой. Эта игровая комната предназначена для двух мальчиков. Также у них есть еще маленькая сестренка. В комнате из дизайнерских решений расположено два шкафа, в которых они складывают свои вещи и множество игрушек, которые они здесь располагают. Хозяева положили здесь ковер для того, чтобы ребятам было здесь комфортней. Также в комнате есть мягкий уголок, на котором можно прикорнуть. Детская спальня. Детская спальня выполнена в очень минималистичном стиле. В спальне располагается только две кровати и встроенный шкаф для того, чтобы ребята могли складывать свои вещи. Все свои вещи, игрушки и так далее они раскладывают в игровой. Поэтому здесь, когда они приходят спать, их ничего не отвлекает. На потолке мы видим подсветку из рейлов, в принципе, которая повторяется по всему дому на всех потолках. На стене у нас огромное витринное окно с выходом в сад. А еще у нас есть детский санузел. Пойдемте покажу. Он находится совсем рядом с соседней дверью. Санузел укомплектован ванной, двумя раковинами. Смесители здесь Ханс Гроя, унитаз раковины Веллерой Бош. За дверью находится достаточно вместительный встроенный шкаф для туалетных принадлежностей. Сверху мы видим световое окно, благодаря которому днем здесь всегда светло. Сейчас мы оказались во внутреннем дворе здания. Это терраса. Сделана она из сибирской лиственницы, которая не покрыта никакими материалами. Сделано это специально для того, чтобы древесина на солнце стала седой и слилась с архитектурой здания, с бетонными стенами. Также здесь мы видим маленький садик, который отделяет спальную зону от общественной. В процессе стройки мы использовали услуги большого количества подрядчиков, начиная от таких как бетонные работы, электрика, вентиляция, окна, крыша и так далее. И только благодаря тому, что все специалисты были высокого уровня, нам удалось добиться столь хорошего результата. Говоря про этот дом, можно сказать следующее, что теплоизоляция в этом доме организована достаточно интересно. У нас стены это своеобразный сэндвич из бетона и пир панелей. То есть у нас есть внутренняя несущая стена порядка 20 сантиметров. Внутри идет 15 сантиметров пир панель. Это полиуретановый утеплитель, у которого коэффициент теплоизоляции примерно в два раза выше, чем обычной ваты. И снаружи прижимная 10-сантиметровая тоже бетонная стенка, что тоже осложняет этот процесс. То есть такого типа строительства часто используется в многоквартирных домах скандинавского типа, где они эти панели делают на производстве. Но ввиду того, что у нас уникальный проект, все эти процессы мы проводили здесь по месту. Крыша в этом здании тоже утеплена пир панелями и сверху закрыта ПВЦ-мембраной белого цвета, что позволяет экономить электричество зимой и не перегревать дом. В этом проекте было выбрано оригинальное решение сделать гараж с прозрачной дверью. И одна из сложностей, с которой мы столкнулись, ворота, которые были заказаны фирме Хорман, пришли в серебряном цвете, что совершенно не сочеталось с окнами данного здания. Поэтому мы наняли мастеров из автомастерских, которые обклеивают машины пленками и заклеили все ворота автомобильной пленкой, чтобы они были черного цвета. Также на этом фасаде мы видим окно в детский санузел, которое сейчас вот такое вот маленькое сверху. Но изначально в проекте оно было большое, практически до пола, но, к сожалению, юрмальское строеправо запретило на этом фасаде делать такое большое окно и пришлось переиграть и сделать его поменьше. А нижнюю часть под ним наш реставратор привел в такой вид, что незаметно, что здесь была добетонирована дополнительная часть. Также на этом фасаде перед главным входом в здание мы видим парящую бетонную ступеньку, которая вечером подсвечивается LED-лентами и очень хорошо смотрится. Срок реализации этого проекта непосредственно стройки занял порядка двух лет. Такое строительство можно делать быстрее, у нас были определенные технологические паузы в процессе строительства. Самое главное, четкий, хорошо проработанный проект с хорошей командой архитекторов и дизайнеров. Ну что, друзья, надеюсь, такой формат строительства вам понравился. Сейчас не так много домов строится из бетона и внутри, и снаружи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!